Всем привет! С вами снова Мефик. В этот раз я нахожусь на интересной реке. Река эта называется Дилун. Не знаю как назвать эту рыбалку, скорее всего это стритфишинг, потому что в данном месте река протекает через город, через уезд под названием Рэйфэн. Сегодняшняя рыбалка будет очень интересная. Я давно охотился за этой рыбой. Называется она тайваньский закко. По сути это галавль. То есть это хищная рыба. Она очень красивая. Она такая перламутровая, с такими зелеными красными разводами. Достигает она не более 25 сантиметров. Хотя бы двадцаточку поймать уже будет хорошо. Сегодня я буду ловить на микроколеблющие блесны. Если разловлю быстро, то наверное перейду на мушку или может быть на мормышку. Посмотрим. Но как видите, сегодня погода не очень. Идет дождь, так прохладненько. Руки мокрые. Ну что делать? Рыбалка будет интересная. А начинаю я свой путь рано утром, задолго до рассвета. Горы окутаны туманом и свет фар режет его на щуповый серпантин. Время 5 утра и фривей в это время свободен как никогда. Дождь, конечно, расстраивает. Погода сегодня целый день будет дождливая. Но, тем не менее, кому это мешает? А вот уже и нужный мне съезд. Забираю вправо и я почти на месте. Так, ну что, поехали. Первый заброс. Вышел на точку, едва стало чуть светлее. Видно было, что вода прозрачная. Решил сразу поставить яркую колеблющуюся блесну форелевой расцветки. Места этого не знаю, поэтому я не стал ставить тяжелую блесну. Двухграммовые приманки вполне хватило, чтобы она не падала на дно и не было зацепов. Поклевочка была уже. Это радует. Прямо тут на глазах клюнуло. Мелкая правда. Но дернуло. Сейчас вода чистая. Наверное, имеет смысл поставить приманку чуть-чуть потемнее, более натурального цвета, потому что уже светает. Приманка может даже, в принципе, отпугивать рыбу. Поэтому я, наверное, поставлю... Рыба плечется. Я, наверное, поставлю темно-зеленую или вот... Вот у меня два варианта. Либо темно-зеленую, либо черно-красную. Я, наверное, склоняюсь пока к черно-красной вот такого вот цвета. Пока я не буду утяжеляться. Два грамма. Два грамма сейчас то, что надо. Может быть, если потом буду кидать против течение, тогда я поставлю потяжелее. Вот. Но сейчас пока это нормально. То есть она идет более-менее по верху. Вот. Вглубь я опускать ее пока не хочу. Ну, сейчас посмотрим. Ах ты! Ну, может, конечно, за дно, но вроде поклевка была. Ах ты! Вот он прям тык! Дернул здесь прям. Ха-ха! Да. Так, ну, на яркие цвета поклевок было больше, честно говоря. Поэтому, наверное, я поставлю еще один яркий форелевый цвет. Посмотрим, что будет. Дождь усиливается. Это не очень хорошо. Но ничего не поделаешь. Поставлю-ка я, может быть, вот эту вот. Дождь усиливается. Вот она. Ааа, сошла. Хорошее село. Вот она. Ох, красавица какая. Вот она, красавица. Стой, стой, стой. Повредишь себя. Ох, какая красавица. Ах. Так, ну ладно. Ах ты еще раз поклевка. Прям на падение. Ах. 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 Ну вот и второй головлик сидит на крючке. его более внимательно. К сожалению, вода еще холодная, поэтому он не такой яркий какой должен быть. Вот эти полоски его должны быть ярко-зеленые. Вообще, есть несколько видов зако. Основных в Тайване два. Это тайваньский зако и японский зако. Спасибо тебе малётик за поклёвочку. Давайте я аккуратно сниму. Иди. Так, меняем. Меняем, потому что блесна уже, скорее всего, просто приелась там этой рыбе. Поэтому мы поменяем. Японский зако зеленый кот. Он меньше по размеру, может быть, чуть радужней. Ареал обитания его смещён на юг. Тайваньский зако живёт в основном на севере. Отличаются они строением головы и величиной рта. Поклёвка была. Вот она. Красивая рыбка. При определенном угле зрения хорошо видны вот эти полоски. Кстати говоря, производители очень часто делают воблеры вот такой расцветки. Так что, знайте, расцветка эта называется зако. Вот такой вот кот. Тайваньский кот. У меня такой задний плавник большой. Верхний такой красивый. Ну ладно, не будем мучить. Аккуратно отсыпем и отпустим. Иди. Прости большой. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Ты, поклёвка была. Ну конечно, мне было интересно, как эта рыба отнесется к микросиликоновым приманкам. Поэтому я оснастил нанаджиговую головку громовую и поставил микро рачка гомаруса. Прям совсем малявочка. Но тем не менее, на гомаруса взяла нормально. Совсем малявка. Иди. Редактор субтитров А.Семкин Ну вот и всё. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Дождь продолжается. Я весь промок. Получилось у меня взять этого неуловимого тайваньского закко или тайваньского головля. Очень интересная рыба. Красивая рыба. Я надеюсь, что я ещё возьму экземпляр побольше. Так сказать, трофейчик. Ну а всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будет ещё интереснее. А мы сматываем удочки. Пока-пока.